Итак, друзья, всем привет! Мы проходим специальный мануальный массаж и сейчас переходим к ногам. Соответственно, смазали ноги целиком. У нас, как правило, мы идем от общего часа к частному, от более поверхностного, к более глубокому, к более жесткому. Начинаем, естественно, с растирания. Вот еще небольшой лайфхак скажу с маслом. Когда перейдем к голени, то с той стороны она сухая осталась, и чтобы не пачкать простым, поэтому немножко масла добавляем на стопу, на будущее, чтобы потом отсюда смазать и провести по голени с той стороны, чтобы лишний раз не бегать. Да, и смазываем еще локти, потому что будет локтевая работа у нас. Значит, если мы делаем массаж всего тела, да, начинали со спины, то получается... Ягодицу мы уже сделали. Значит, на ягодицу особого внимания обращать не будем. Но если человек пришел только на массаж ног, ну или, например, в антисуллитных целях, да, то, соответственно, наша первая зона будет с ягодиц начинаться, потом бедро вторая зона, третья икроножные мышцы, четвертая стопа и пятая пальцы. То есть у нас все движения идут от периферии к сердцу, а зона в обратной последовательности. Это объясняется в школе русского массажа тем, что так правильнее работать с лимфой, с межклеточной жидкостью и с кровью. То есть все мы гоним в сторону сердца, в сторону головы, от периферии все к центру организма. Соответственно, сейчас вот мы растираем сразу всю область, продольно проходимся, согреваем ногу быстрыми такими движениями. Потом поперечно, инвертированными ладорьями. Быстро, быстро, быстро. Если нога большая, да, то можно отдельно внутреннюю часть, идеальную и внешнюю, чуть-чуть тропотели. Теперь к ягодице начинаем достаточно глубоко и жестко проминать методом шестеренки. Большой палец примерно на вертеле находится, да, и мы вот вместо крепления мышц снизу к вертелу. По центру этих всех мышц проходим и по верхнему краю возле гребня воздушной кости. Также кулаком проходим по всем этим трем местам. И то же самое делаем теперь вдоль мышц с вибрацией. В принципе, иногда, и я дохожу до крестца, можно, я не говорю, крестец тоже в эту зону включить. Все движения, соответственно, вот туда, в паховую зону, мы уводим лимф, поэтому движения все в том направлении идут. Теперь саму ногу, визуально разделяем ее пополам на внутреннюю медиальную часть, начинаем ее разминать. Опять же, под конечностей к центру идем. Простой головной кольцовый захват. По внешней латеральной части также. Теперь все вместе на скручивание, такое похоже на крапивку немножко, если помните, в детстве крапивку делали. И вместе с легаличной зоной тоже все туда уводим. Теперь вот такой заход с двух сторон. И стараемся подплечьями все-таки давить вот так вот по спирали. В эту сторону. И по-другому руки поставили, поменяли их. И в эту сторону. Сюда. И сюда. Стоим, естественно, мы точкой Дань-Тянь, которая на четыре пальца пупка, по центру нашей рабочей зоны. Разворачиваемся вот так. И теперь вот такое движение лапа леопарда. Развели ногу, сжали, подняли, сжали, подняли. Если нога лежит как-то неудобно, вывернутая коленка либо сюда, либо вовнутрь, ничего страшного. Не стесняйтесь, поднимите и поправьте так, как вам надо. Следующий приемчик, это мы поднимаем кулаками мясо, как бы от костей отделяем. Развернули и проебрировали вперед. Развернули и проебрировали. Развернули и проебрировали. Следующий прием. По очереди перекидывали мясо из второго строя. Как бы одна рука обгонять немножко другую, а потом наоборот. Чтобы шла вот такая волна. И следующий прием лапа леопарда просто быстро растираем вместе с этой лицей. Мы к бедру еще вернемся, когда будут активные техники. А сейчас пока переходим к микроножным мышцам. Соответственно, отсюда мышцы крепятся выше сгиба коленки, отсюда ниже. И поэтому вот эти сухожилия мы растираем вот так вот ножницами. Один палец сверху, потом два пальца сверху, потом три пальца сверху. Переходим на икру. Так, надо так, чтобы подушка была под сгибом. Икру тоже визуально разделяем пополам. Тем более мышцы так и ведут сначала одну зону. Растираем, потом вторую. Латеральную и медиальную. Теперь добавляем больший палец. Вот так вот разделяем. И по очереди вот такое плавное движение. Сходим сюда и идем до стопы. Двух пальцев по очереди. Одна рука вперед, пошла другая. Уже назад идет. И внутренняя рука остается на своей стопы. Ну, в смысле, на сгибе. А эта рука захватывает вот так вот ахиловое сухожилие. И растираем вот так вот со стопой вместе, чтобы она шевелилась. Натянули за пятку стопы на себя. Здесь кулаком так зажали. И ахиловое сухожилие национатое растерли. Дальше рука пошла кулаком вперед. Идет до седалищной кости. Уперли здесь. А вторая рука догоняет и хватает с той стороны за косточку. Вот с этой стороны получается, туда захватывает, да? Под бугорком, вот этим, да, возле большой перцевой кости, есть четыре точки. Точки долголетия. Вот как раз их мы там пытаемся прожать. Продавливаем. Другой рукой, другой. А локтем зацепили за пятку. Получился вот такой захват. Видишь, захватили и провибрировали. Тут как раз и дальше не входит, да, вот мы в него целимся. И вот эту точку биологически активно провибрировали. Заворачиваем пятку локтем, чтобы бедра развернулась сюда повыше. И вокруг бедра выводим. Мягкая рука подгибает под коленку. Ну, придется по очереди делать. Кладем сюда ногу. Видите, одна рука переходит, ни одного лишнего движения нет. Одна рука переходит в другую. Еще раз. В другую позу. Еще раз показываю. Вот мы закончили. Завернули. Завернули. И сразу локтем держим руку, а этой рукой поднимаем. Бицепс бедра. Теперь нам открылся большой бедренный тракт. Вот здесь, да, мы по нему локтем вверх-вверх все быстро гоним. Само бедро костью по кости будет вольно, поэтому пропускаем и идем на мякоть. Локтем сюда переходим. И вот по мякоть. И теперь несколько движений вот туда. остановились на ягодице. И, соответственно, если мы вот туда ногу давим, да, то у нас растягивается средняя и малая ягодичная мышца. Мы на них как раз локтем и давим вот в эту сторону. А если ногу сюда загибаем, то у нас грушевидная мышца натягивается. Мы поэтому локтем через нее давим, поперек мышцы. То есть локоть у нас ходит подковой вот такой. И стопа ходит тоже подковой вот сюда и вот сюда. Туда я иду и сюда. Не больно? Ну, вот так, терпим. Это бывает очень болезненно у тех, у кого зажата эта мышца. Ну, как раз вот этим способом мы их и прорабатываем. Если хочешь, может прям вот почувствовать мышцу. И сейчас со своей стороны сделаешь. И здесь как вот она работает, натягивается эта мышца. Вот так вот проработали их. Уходим локтем сюда и раздваиваем вот этот бицепс бедра, прорабатывая акупунктурные точки. Тоже бывает болезненно. То есть вот тут находятся точки через каждые там 3 сантиметра. Вот мы вот так локтем прорабатываем. Давай-ка, попробуй. Значит, заверну. Сразу вот этой рукой придерживаешь. Туда надеешь, поднимаешь вот этот. А локтем держишь снова, чтобы она не поднималась. У некоторых людей просто надо не ложиться, так и поднимается сразу. Да, большой бедерный тракт. Быстро вверх. Растираем. Сухожильный такой. Переходим локтем на мясцо. Прямо стрелем локтя до и вот туда вот. Бывает, это уже несколько раз. Мерек, миду, все делать минимум по 4 раза. Бог любит троицу, а у нас такое сакральное число 4. Все по 4. 4 по 4. Вот, это рукой хватает за голень, а тут локтем. Вот, соответственно, да, вот в ту мышцу, так получается, ты вот сюда ногу ведешь, так ты тягиваешь немножко в движение, в движение. Нет, вот туда вот, туда. Давишь локтем вот туда. Выше чуть-чуть. Вот здесь. Ага, вы почувствовали? И вот в эту сторону теперь вот. Это наглушевитная мышца, да, разворачиваешь ногу вот туда. Ну, чтобы побольше упрямлять, немножко вот так прородить. Да, ну и туда-сюда, соответственно. Поделать, если он терпит, то... Нет, вот туда давишь. Поперек. То есть мы идем поперек мышцы на срыв. Ай, блин. Локтем это достаточно мощно. Если человек не терпит, тогда можно кулаком. Или вот пальцы этим вытаскиваете и одним пальцем. Туда-сюда. Если вот зажата грушевидная мышца, бывает очень часто у людей, особенно когда ущемление седающего нервы идет, это именно по этой причине, то можем прямо вот грушевидную мышцу растереть, растереть и перпендикулярно либо в эту сторону, либо в эту сторону на срыв. То же самое и с вот этой мышцей средне-нягодичной, вот серединку мы ее растерли, растерли и на срыв прямо вот так. Как бы поперек мышцы. Они прям прощупываться будут, как вот пальчик, как будто идешь, идешь вот так раз и видишь вот этот вот мышечный тяж. Попробуй так вот на срыв. Попробуй так вот на срыв. Если грушевидная, то вот туда. Расхватай, расхватай ее. Репендикулярно это сюда. Да, вот она вот так идет. Значит, либо сюда, либо туда. Вниз. Да, вниз. Да, если мышцы зажаты много лет уже, то их так просто не расслабить. Поэтому мы используем иногда миофасциальный релизинг. То есть, берем мышцу грушевидную, да, и ее по диагонали вот так вот стягиваем пальцами, тянем, тянем, тянем. И она как бы оттуда выкатывается из-под пальцев. То есть, у нас такое ощущение, там же она же фасция находится. Фасцию мы распрямляем, как бы потихонечку уже раз выкатываемся оттуда. Вот здесь. Вот здесь. Один палец здесь. Да. В сторону. Так. Вот. Все мышцы, они как бы подагонали, идут в сторону вертела, большого бедренного вертела. потом уже эту же мышцу мы берем, где она прикрепляется здесь и здесь. Растягиваем. Так вот этот релизинг, он не массаж, это мы просто тянем фасцию. и ее же берем и поперег теперь тянем. В одну сторону, и она как бы так раз укатывается из рук. Оп. И еще выскочил. И в другую сторону. Мышцы по диагонали идут вот так вот в эту сторону. Продольно мы уже потянули вот так вот. Теперь вот она, вот она, кстати, нащипывается. Чувствуешь? То есть мы отработали по диагонали, вдоль и поперек этой мышцы. То же самое, по идее, с любой другой мышцы вот где-то находится, вот она тянется, да? Берете ее, так там не видно. Ну, любую вот, например, мышцу взяли, да? Так же ее вот выкатываем поперек сюда. И обратно. Потом вдоль. Делай, делай. Это я немножко еще даже быстро показываю. Надо, например, около минутки так тянуть. И по диагонали. В эту сторону и в эту сторону. То же самое можно и с малогрудной мышцей сделать. Ну, в общем, с любой. Технология называется миофасциальный элизинг. И вот ты не закончил еще. Вот так вот прожимаю середину бедра. Полностью там распрямляй. И до 90 градусов сжимай. Только не попадете себе пяткой в висок. И вот мы закончили тем, что еще вот здесь, между малоберцовой мышцей, костью и большоберцовой, находятся мышцы. Там их много. Большоберцовая, малоберцовая, камбаловидная. Это тоже вот релизинг выглаживания фасций. То есть своими кулаками, либо вот этими пальцами, либо вот этими, мы должны как бы разделить их. Здесь вот находится вот на этой анатомической модели. Все видно. Видите подробно. Все эти мышцы, мы как бы их кулаком разделяем друг от друга. Все движения, соответственно, по лимфотоку идут в сторону центра организма. И мы в исходную позицию кулаком. И копны, где вопросы, где ответы. Ну, а вы, соответственно, пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют. С вами Олег Аллав Гудвинов на все ответит. Не забудьте поставить вот тут вот на колокольчик, нажать, чтобы получать уведомления о новых полезных видео. И переходите на наш обучающий курс в Академию Альфа-Топ. Так. И, соответственно, вот мы положили ногу. И наша точка донтянь оказалась напротив зоны рабочей. Да? Опять визуально разделяем пополам. Внутреннюю часть массивное кроматохиловое сухожилие. Я, смотрите, немножко пританцовываю корпусом, чтобы сухо снять напряжение. То есть движение идет как бы от бедра. Внешнюю часть тоже делай. И, соответственно, когда вы, получается, вот так вот пританцовываете, да, у вас организм понимает, что вы упражняетесь. Это как упражнение. То есть он и у вас не заболит никогда, а поясница. Потому что многие массажисты совершают глубокую ошибку. Поначалу я тоже так совершал. Весь сеанс проводят по высокому состоянию. Это же постоянное напряжение на поясницу. Потом были такие случаи, что я просто не мог встать. Клиент отпустил. А сам вот так стою и, идите-идите, говорю, я еще постою. В итоге я вот так вот еле-еле дошел до дома по стеночке. В метро вот так ушел маленькими шажками. Еле дошел. Представляете, как схватило мышцы поясницу. Кстати, от этого может быть и выйти грыжа. Грыжа, конечно, не вылетает сразу, да. Но от перенапряжения, от статической работы. Ну, все от статики. Статика нам очень любит. А движение – это наша жизнь. Поэтому постоянно двигайтесь. У вас и икры работают, и бедра работают. И таз работает, понимаете? Воспринимаете, это как упражнение. Переши теперь сюда. И то же самое, что мы делали с бедрами. Разводим, зажали, подняли. Развини, зажали, подняли. Угу. Идем дальше. По бедру. По ягодицам уходим туда. Так, честно говоря, у меня уже масло все съелось. Тебе хватает масла? Нет. По волочинам покрова надо побольше масла добавить. Чтобы волоски не вырывались. Большая ошибка у меня был напарник, который трем человеком за один день так натер ноги, что у них прошло воспаление луковиц. Один клиент так жаловался, потому что он на следующий день улетал в Таиланд. Думал там ходить на массаж, позагорать. А в итоге он пролежал практически дома в кремах, потому что воспалились луковицы волос. Понимаете? Поэтому масла должно быть на волосном части достаточно. И чтобы волоски не закручивались, бывают там мужчины у них и на пояснителе, и на плечах волосы, почему-то такие достаточно длинные, 7-8 сантиметров. Чтобы узелков не появлялось, рассчитывайте свое движение так, чтобы оно не было долго на одном месте такое вращательное, а чтобы оно было длиннее самого волоса. То есть вот такое. И то, если там где-то появился узелок, то сразу же в обратную сторону вы его распутываете. Это вам лайфхак на заметку, что делать с волосками. Так, соответственно, второй прием. Опять отрываем кулаками мясо от костей. Развернули и пролибрировали. Развернули и пролибрировали. Вообще вибрация очень хорошо для лимфы. Угу. 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 Следующий прием то же самое, что с бедром. Из руки его перекидываем вот так, чтобы все волной шло. Вся нога вот так волной. Как змея все вот такая. Тоже хорошо расслабляет мышцы. Следующий прием лапа леопарда. Быстро все натираем. Всю ногу. И теперь пошла работа с лимфой. Как мы делали растирание, да? То же самое руки ставим. Только медленно прижимаем. Прижимаем вниз. Это кровь 60 ударов в минуту сердца доводит до каждых кончиков пальцев. А то и 90 раз в минуту бывает. А лимфа течет очень медленно. Есть такая, кстати, поговорка, что кровь в теле человека гонит сердце, а лимфа только массажист. И это отчасти правда. Вот поэтому мы кладем обязательно подушечку, чтобы пятки были выше сердца. Уже идет кровь отток. Потом нам под гравитацией помогают вот эти все движения тоже ее туда прогонять. Лимфа. Она там очень тонкие сосуды, тоньше вен. И она проходит даже сквозь вены, забирая оттуда тоже вредоносные, ну всякую грязь. Забирает. Это же наша очистительная система. Находится во всех сосудах, во всех тканях организма, кроме суставов. Поэтому мы залазим достаточно глубоко. Обычно как нам показывается лимфатический массаж? Вот такой. То есть имитируя сократительную действенность мышц. Но это на самом деле в мерзком припарке это слабенько. Мы внедряемся глубже, прям пальцами вот туда, хаотично по всем мышцам. Пальцами продавливаем. Представляем, что как будто бы это как у дерева растет, и веточки свои пускают в разные стороны. Продавливаем достаточно глубоко и медленно. Я буду делать это с тобой медленно и очень глубоко. Следующий прием. Лимфатическая труба Гудвина Number One. Двумя руками зажимаем плотно, расставив локти, и по очереди одна рука чуть другую обгоняет. Вот сжимаем, все расплющиваем. Да, да, по очереди. Левая, правая, левая, правая. Лимфатическая труба Гудвина Number Two. Значит, ставим пальцы так, чтобы они были, скажем, с одной по пять пальцев. Очень сложный прием. Попробуйте состыковать так. Как я сделаю? Да очень просто. Сверху поставил руку. Ну вот, выполнил руку. И поставь сверху вот так. Опять, ну как-то вот. Да не так. Ближе, 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 ближе. Вот так, вот так, вот так. Вот. Попробуйте сделать вот так. Ладно. Значит, ставим вот так, чтобы опять пальцев было, скажем, с другой стороны, да. И потренируемся. Опять не так. Большой сюда. Ого-го. И чуть вот так, да. И потренируемся так, чтобы снизу сжать потом середину, потом верхний пальц. Вот верхний, как будто бы мы так ползем, как паучок, вверх. Сначала нижние пальцы сжимаются, потом средний, потом верхний. Угу. Это выжимка такая мощная. Вот мы все сжимаем и выжимаем снизу вверх. И ползем еще выше. А человек представляет, что его ногу есть какой-нибудь большой спут или удав. Плотно-плотно, не отрывая пальцы. Угу. Если вы нас только смотрите и учитесь по видео, да, то потренируетесь также поставить пальцы. Сначала нижний, потом средний, потом верхний. Вот мы потихонечку идем выше. Видите, как красиво получается? Красивое движение. И теперь лимфатическая труба Гудвина number three. Значит, берем, делаем кольцо вот так вот, меняя диаметр, да, и представляем, что как будто бы это консервная банка, через которую нам надо пропустить сначала мандаринку, потом лимон, потом апельсин, потом грейпфрут, потом помело пошло, потом дыня. И вот отсюда запускаем. Мандаринка, лимон, вот-вот-вотно так, апельсин, вот грейпфрут, помело пошло, помело, и дынька большая такая. О, все протянули. Следующий прием с лимфатической системы нам поможет гравитация. Берем ногу вот так вот захватываем предплечьями и плотно прижав, тянем вниз. Можно пару раз что-то сделать. Далее от бедренной кости отделяем мясо вот туда, в ту сторону. не на себя, а вот туда. В сторону головы отделяем мясо. Ага. Проходим до самого низа. Теперь отделяем мясо пальчиками, большой работает против всех остальных пальцев, вот такой прищепкой. Прищепили и тянем туда вниз. Тоже по ходу действия лимфы. И так вот елочкой немножко отделяем. Мы, массажисты, не должны быть брезгливые. У многих бывают люди, у людей ноги пахнут, или там какая-то грязь бывает, или там пальцев не хватает. Мы все терпим. Для нас люди это просто работа. Это просто наша обязанность. Мы для них лекари. Мы должны помочь в любом случае. Поэтому представляйте себе поэтически, что это вот, например, саксофон, и вы как на кнопочках. Нажимаете, да, на кнопочки. Только увлекшись в своих фантазиях, не берите мою штуку в рот. Проходим зону вот из сгиба. Вот так вот. А вы подходите поближе, сейчас начнется самое интересное. Работа со стопами. Значит, тут тоже все акупунктурные точки у нас находятся в проекте внутренних органов. Ну, во-первых, вот масло отсюда сняли и на другую сторону намазали. Просто, что вам где не хватало. Соответственно, зона голеностопа вместе с пяткой – это зона малого таза и половых органов. Середняя зона – это зона брюшины всех органов внутри. Вот это зона всех органов в груди, нелегкие, там сердце, да. Вот это зона – это зона головы. Соответственно, с тыльной стороны – это тут скелет находится. Получается, вот, это голова у скелета, да, это шея. И вот так вот точки идут всего позвоночника по… с этой стороны, с этой стороны. По линии там, где меняется кожа. Кожа стопы отделяется, видишь, от кожи. С этой стороны. Получается, мы прожимаем вот эти точки. Это, получается, по позвоночнику идем вот от копчика, крестца, по пояснице. С двух сторон. С двух сторон тоже, знаешь. Доходим до шеи. И вот так. Да, 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 пальцы отдельно. Здесь, соответственно, вот таранная кость. Под ней ямочка такая вот с двух сторон. Вот тут, да, вот тут. Таранная кость, видите, и над ней продавливаем эти точки. Это вот стимуляция… Вот здесь, я думаю, здесь? Здесь, вот. А над ней? Да, а над ней вот тут. Стимуляция половых органов. И вот эта зона, это тоже стимулируем, растирая ее. Прием называется «Улыбка демплена». Теперь отдираем мясо от пятки. Вот так вот, кулаком прям. Проходим до сюда. Сюда. Вот здесь растеряем вот этот свод стопы. Всю стопу можно мягко вот так вот растереть. И вот эту сторону. Простучать. По пятке кулаком. Теперь берем кулаком и прям вот растираем опять от пальцев в сторону пятки, чтобы по ходу лимфы все наши движения были. Прям кулаком так жестко растирай. Некоторые люди очень прям любят массаж ног. Стоп вернее. И продавливаем. Вот тут есть у пятки уголок такой вот, откуда сухожилия начинается. Здесь чаще всего бывает шпора. Вот если посмотрите, например, на скелет. Вот уголок, та самая шпора вот здесь образуется. Это остеофит. То есть костный нарост такой кальцевый, да? Кольцы это отказываются. Поэтому мы это место растеряем особенно тщательно. Снабжая его кровотоком, да? Чтобы не образовывались шпоры. И дальше пошли по всем внутренним органам. Условно мы их не будем делить там, да? На какие-то. Просто разбить их так вот на клеточки, как бы все много, да? И каждую клеточку проработайте точками шиацу. Движения шиацу такие как ввинчивающиеся туда. Можно одним пальцем делать. Можно сразу по две точки бросить. Двумя пальцами. Можно в одну точку кроме двумя пальцами. В общем, любыми способами, как вам нравится. Если вы бережете свои пальцы, то приобретаете вот такие тайские палочки. Ими можно поработать поглубже. И потолще взять, и потоньше взять. Это, кстати, лучше, наверное, на другой стороне. Это я взял черенок от кисточки. Видите, это обычный. Тут она закрепленная. Тоже можно удобно проработать все эти точки. Не больно тебе? Если точка отзывается прямо явной болью, то это сигнал нам. Это значит что-то с внутренними органами. Например, вот так вот идет толстый кишечник. Соответственно, если здесь больно, то проблема с толстым кишечником. Просите человека сходить к гастроэнтерологу. Так. Ну, точки есть везде. Их просто все. У нас же не точный массаж. На пальцах. На каждой фаланге пальца вот так можно поприжимать их. С этой стороны вот, где ногти крепятся, тоже поприжимать. Угу. И теперь мы растираем с этой стороны, прям кулачком можно. И сухожилия поднимающие пальцы прорабатываем. Растираем до тепла, до тепла схожилия. Между пальчиками вот так вот ныряем аккуратненько. И пока клиент потерял длительность, немножко нажимаем вдоль стопы вот туда. Да. Большой палец нажимаем и вдоль, и чуть вправо внутрь. Стимулируя, чтобы не появлялась вагностная стопа. То есть крайние пальцы немножко вот так вот подставляем в сторону. И мизинец тоже. Сделаем упор, с этой стороны и в стороны. Теперь выдергиваем пальцы. Делаем такую петлю за крайнюю фалангу, дистальную фалангу, и вверх, резко вот вверх по всем пальцам. Как повешено вот так. Вверх. Выдерживаем. С большим пальцем отдельно. У него не три фаланги, как у всех пальцев, а две такой. Поэтому перпендикулярно загибаем. И вдоль вот этой фаланги, крайнюю фалангу дистальную, выдергиваем перпендикулярно вверх. Молодец. Дай пять. Твое мастерство растет с каждым разом. Так. Ну, немножко давайте мануальных таких приемов сделаем. Значит, потянули стопу вот туда, на вытяжение. В эту сторону прям пальцы загибайте, и вот эту сторону прям плотно-плотно сюда, чтобы сухожилие растереть. Да, прям всем весом дарим на стопу всяким сухожилием. Захватили, где голеностоп отделяется от голени, да, и вот так вот попружинили. Сжимаем, вот оно вот пружинит немножко, чувствуешь? Упор колено в бедро, и потянули стопу вверх, вот так вот. Подвесили стопу вот на этих перепонках, как микрофончик такой, и покрутили по восьмерочке, туда-сюда, влево-вправо, покивали. Теперь держим за голень, а второй рукой, как теннисную ракетку, от маленького тенниса, и вот так вот раскручиваем. В одну и другую сторону. Катили за пятку, и вот так раскручиваем теперь, во все стороны, дальше, дальше, раскрутили. Это что мы сделали? Расшатали все суставы. Там много маленьких косточек, там гладевидное, кубовидное, нам не важно их сколько знать, просто понимать, что тут видите, раз сошинение, два сошинения, и с внутренней стороны три сошинения. Примерно они по два пальца друг от друга отстоят. Вот все мы их растет. Расшатали для дальнейшего приема. плотно захватили вот так стопой, бутерблодом. И вовнутрь. Раз. Откипили дворц, два пальца. И два. Это мы вот этой косточкой с этой стороны. Теперь в другую сторону захватили плотно. И наружу теперь. Локтями достаточно резкое движение мы такое делаем. Ага. 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 А если мне это, то я направлю? Все. Вот так надо? Все. Вот так надо? Ага. А это в эту сторону, да. Так. Теперь кладем руку под коленку. И шатали, шатали. Поддавливаем коленку туда. Ставим, мобилизируем колено. А ногу на себя одновременно. Раз. Опа. Ага. Руку чуть переставили повышенное бедро. Зацепились пяткой за свою руку. За предплечье. И к противоположному, к противоположному плечу тянем. Раз. Ага. Так. Ну, соответственно, массаж мы закончили. Завершающие движения такие, общие как бы. Прошлепали. Можем прям по активности. А еще лучше с определенной частотой. То есть, ритм как-то это делаете. Ротяжку такую сделали. С вибрацией. И обе ноги растрясли вот так, чтобы они как жиле вот так вот все были. Сняли отрицательную энергию. И чуть потянули. Расшатали. Положили. Если человек просит какую-нибудь ему дополнительную процедуру со стопами сделать. Да. Можно вот в этой позе удобно устроиться. И проработать уже стопой. И пальчиками. И палочками. И в общем отдельно. Ну а на этом мы с вами заканчиваем. До новых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и приходите на наши тренинги. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok